Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости о певце Михаиле Шапутинском и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Несколько дней назад весь мир российского интернета облетела шокирующая новость. Известный шансонье Михаил Захарович Шапутинский лишил жизни свою супругу, бывшую танцовщицу и модель, 35-летнюю Светлану Юразову. Трагедия произошла несколько дней назад, сразу после вручения премии «Шансон года». 75-летний артист в гримерке концертного зала застал свою супругу в компании молодого российского певца по имени Данис. Причиной для несчастья стала измена молодой супруги. Михаил Захарович воспользовался огнестрельным оружием, который взял у своей охраны, застрелил свою супругу и тяжело ранил молодого певца по имени Данис. Все это время известный шансонье находился под домашним арестом. Обсуждалась версия, что это преступление Михаил Захарович мог совершить в состоянии аффекта. Однако сегодня утром все кардинально изменилось. Сегодня в 12.00 по местному времени на Кунцевском кладбище столицы после похорон Светланы Юразовой у могилы своей супруги был арестован Михаил Шапутинский. Причина для ареста – вторая трагедия. Стало известно, что молодой российский певец по имени Данис, которого серьезно ранил Михаил Захарович, прошлой ночью скончался в реанимации. По данным следствия, теперь Михаилу Захаровичу придется ответить за двойное преступление. Срок лишения свободы в подобном случае может достигать до 15 лет. Ну и по традиции, последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Верховный главнокомандующий удостоил заместителя антикоррупционного комитета и известного артиста Александра Юрьевича Домогарова Ордена за заслуги в культуре и искусство. Указ главы государства опубликован. Награда присуждена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Многолетнюю творческую деятельность. Антикоррупционный комитет выделил 19 миллионов рублей для строительства новых домов для людей почтенного возраста. Подобные заведения в скором времени появятся в городах Самаре, Саратове и Калининграде. Изъявил желание вступить в антикоррупционный комитет известный певец Александр Новиков. На данный момент заявка артиста находится на рассмотрении. В минувшую пятницу благодаря работе членов антикоррупционного комитета Евгения Сидихина и Александра Розенбаума, а также органов полиции в городе Тольятти, были закрыты три подпольных казино и четыре ночных клуба. Причина закрытия подобных заведений – неуплата налогов и грубое нарушение законов Российской Федерации. На данный момент в тяжелом состоянии находятся два члена антикоррупционного комитета. Известный актер Максим Дрозд и легендарный композитор Александра Пахмутова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий. Продолжение следует...